Вы можете до сих пор увидеть, как шкурка поднимается. У нас не очень много волос осталось. Если вы боитесь, или вы боитесь, или вы боитесь, то те самые мышцы, которые у нас остались, они все равно хотят приподняться. Это то, что называют гуси-бумпы. Это маленькие гуси-бумпы, которые вы получили в вашем теле. Это то, что это. Это тело пытается поднять те самые несуществующие волоски. Если вы находите с кем-то, кто заставляет ваши волосы на шее подняться, у вас начинаются такие неприятные ощущения в этом месте. Я хотел бы познакомить вас с моим боссом. Вам встречался мой друг? Да, конечно, я его видел. Да, я его видел. И когда люди окрочены, или раздражены, что случается при лжи, они начинают трогать себя вот именно в этом месте. Да, что вы говорите, это прекрасная идея. И я вижу, куда вы направляете свои мысли. И я думаю, что это прекрасно сработается. Мы строим предположения на, по крайней мере, трех сигналах. И есть вербальные сигналы, которые люди используют, когда говорят неправду. Есть небольшие фразы, судя по которым мы можем понять, что человек собирается нам солгать. Ну, примерно так. Говоря по правде, после этого я, в общем, скорее всего, совру. Честно говоря, после этого фразы, ну, что обычно следует? Они становятся нечестными. Когда люди вам говорят «со всем уважением», что они потом скажут? Что-то не очень уважительное. Когда кто-то говорит «я бы не хотел быть», в этот момент они, в общем-то, хотят этим быть. «Я не хотела бы быть грубым», после этого они обычно говорят грубую фразу. Вы должны следить за тем, чтобы вербальное соответствовало вашему языку тела. Я напишу вам предложение, Дмитрий. Я всегда очень рад вас видеть. Я не хотела быть грубым. Я очень хочу быть честным и открытым. И да, я вас порекомендую. Как ваша замечательная жена? Я, конечно, переигрываю, но просто для того, чтобы показать вам, как это выглядит. И очень часто это именно так и смотрится. На экране вы можете видеть человека только примерно по пояс. Но плюс вам в том, что вы можете гораздо более интенсивно следить за ним. Где находятся руки человека, когда он говорит? Гораздо больше связей между мозгом и рукой, чем с какой-то другой частью тела. Моя рука, ваша ладонь и ваш мозг. И следить за руками можно увидеть очень много в человеческом поведении. Но как я держу свои руки открытыми или закрытыми, сразу же даст вам сигнал принять меня или наоборот оттолкнуть. Ну, например. Допустим, я вам даю какую-то инструкцию. Я даю вам инструкцию одну и ту же три раза. И я каждый раз буду менять жесты своих рук. Я бы хотела узнать, что вы почувствуете в этот момент. Захотите ли вы последовать моему совету или вы захотите, наоборот, уйти, не упрощавшись? Захотите ли вы мне дать отпор или, наоборот, присоединиться? You got the idea? Yeah? Okay, here we go. Now, I'm going to ask the people who are standing at the back. I'm going to invite you to come and stand on this side of the room in a moment. And the people over the back there, I'm going to invite you to the front. Людей сзади, перейти вперед. And the people in the center, I'll ask you if you can go to the back, please. And the people in the front, you can sit anywhere you like. Now, raise your hand if you feel okay about what I'm asking. Who's prepared to do it? So, most of you are prepared to do it, even though you don't even know what it is. Большинство из вас готовы это сделать, даже не зная зачем. Правильно? He said, by using an open palm signal, here's what happened. Просто открывая руки, я показываю, что это действительно возможно. Ваш мозг может сказать, что Эллен Алан может вас запугать. Или быть агрессивным. Или заставить меня унизиться. А может быть, это будет забавно. Но что бы это ни было, ладно, я это сделаю. При этом, я также использовала свое игрое. Такое замечательное лицо. И все это вместе, вкупе, заставило вас согласиться со мной. Сейчас я скажу то же самое, просто немного поменяю жесты рукой. Я бы хотела попросить людей, которые стоят там, перейти в другую сторону. Люди сзади могут перейти сюда. Люди в задних рядах, пожалуйста, подойдите сюда и сядьте впереди. Люди впереди могут сядить там, где они хотят. Ну, кто-нибудь скажите, что они чувствовали в этот момент. Кто подумал, что это приказ? Я всего лишь поменяла на кромерки. И вы сейчас думаете, подождите, этот парень говорит мне, что делать. А может, я не хочу. Поэтому я просто не буду. Ну, попробуй, рассмеши меня. Я всего лишь поменял руку. Давайте попробуем третью структуру. Я бы хотел пригласить тех людей, перейти в другое место. А люди с той стороны перейти. А в задней ряде, если вы можете прийти вперед. Сидите здесь. А в задней ряде, если вы можете прийти вперед. Вы можете сидеть в любом месте. Что вы почувствовали сейчас? Ощущение, что задние ряды сейчас мне покажут другой палец. Потому что сейчас вы раздражены. Это даже не приказ. Это как будто у вас нет абсолютно никакого выбора. И мы тестировали это на разных аудиториях. И мы предложили этому спикеру делать это предложение с открытой ладонью. И спикер примерно сделал так. Он сказал, что то, что он предлагает, сработает для всех. Потом аудитория ушла, и пришли новые люди. Та же самая презентация для новой аудитории. С закрытой ладонью. Та же самая произошла, мы поменяли аудиторию в третий раз. И он стал говорить, используя указательский палец. И мы поняли, что все аудитории ищут только две вещи. Мы спросили, во-первых, что они помнят из всей этой презентации. Насколько они хорошо слушали презентацию, а не судили человека, который говорил. И мы попросили их поставить галочку рядом с теми словами, которые лучше всего отражают то, что они думают об этом человеке. Но я думаю, что вы сами предполагаете разницу в ответах. Вы даже сами знаете эти ответы. Спикер с палом упал, был высшим уровнем информации, и лучшие описания, когда люди вспомнили того, как он вспомнил. Когда человек разговаривал с открытой ладонью. Когда ладонь была закрыта, информация усвоилась на 40% меньше, чем когда ладонь была открыта. И про него стали говорить намного более грубые вещи. Слишком настойчивый. И когда он разговаривал с указательным пальцем, намного меньше всего запомнили из презентации, и хуже всего о нем отзывались. У меня просто чешется ух, я вам не меру. Мой вопрос к вам. Одна из этих трех позиций, чаще всего, ваша главная, позиция при разговоре. Я бы хотел, чтобы вы завтра примерно подумали и поняли, а какая из этих позиций используется вами чаще всего. И как вы думаете, что вы делаете это?